Великобритания Борис Джонсон Оба были не согласны с подходом главы правительства к Брексит, они настаивали на жестком сценарии, мы же сторонница мягкого для бизнеса, выхода из ЕС у Джонсона, сложные отношения чуть ли не совсем миром за годы работы на различных постах, в том числе и возглавляя Лондон, Борис не скупился на язвительный комментарий, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров, он не церемонился ни с кем. Сравнивал политику Евросоюза с политикой гитлеровской Германии, китайскую культуру и искусство, называл лишь имитацией западных форм интерес британской королевы Елизаветы II к странам бывшей империи, объяснял любовью к ликующим тулпам размахивающих флагами негритят. Доставалось от него и президенту США, Дональду Трампу, которого он называл потрясающе невежественным типом. Он называл, что министр своим поведением дискредитирует свой пост. А бывший глава МИД Соединенного Королевства Малькольм Ревкинд вообще предлагал перевести Джонсона на другую работу, чтобы тот причинял меньше вреда. «Вся проблема в его темпераменте», — объяснял он. Когда глава британского МИД что-либо говорит, весь мир имеет право полагать, что тот выступает в полном соответствии с внешнеполитической линией Соединенного Королевства. Иностранные политики не обязаны полагать, что слова нашего министра могут находиться в полном противоречии с нашей же внешней политикой. Россия нередко становилась мишенью для его критики. Еще в 2015-м Борис публично сравнивал российского лидера Владимира Путина с Добби, домашним эльфом из книг и фильмов о Гарри Поттере, и называл его «безжалостным тираном». А затем замечал, что пришла пора заключить сделку с Россией, и даже одобрял действия Москвы и Дамаска в Сирии. Впрочем, это не помешало ему в декабре 2017-го сравнить Россию с греческим городом-государством Спартой, славившейся своими суровыми нравами. Я читал историю Пелопонезской войны Фукидида, для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. «Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитарийской и антидемократической, как Спарта», заявлял он. А уже в марте 2018-го оскорбления вновь достались Путину. Джонсон сошелся во мнении с одним из депутатов парламента, заявившим, что чемпионат мира по футболу 2018-го года используется для улучшения имиджа России по аналогии с тем, как воспользовался Олимпиадой 1936-го года в Берлине фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер. «Да, я думаю, сравнение с 1936-м годом абсолютно верное», — сказал министр. В Кремле подобные заявления сочли отвратительными, неприемлемыми, оскорбительными и неподобающими министру. А представитель МИД Мария Захарова вообще написала, что Джонсон отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамство. Джонсон начал свою карьеру с журналистики, он работал в Дейли Телеграф и достаточно быстро стал известен. В итоге занял пост главного редактора в «Женедельнике» за «Спектатор», внес большой вклад в движение евроскептиков еще в 1990-х годах. В 2001-м Джонсон впервые стал членом Нижней Палаты Британского парламента от избирательного округа Хейнли, а затем занял пост министра так называемого «Теневого кабинета», так именуются члены парламента от оппозиции, в обязанности которых входит контроль за деятельностью того или иного министра правительства. Он стал появляться в телепередачах, написал несколько книг на волне известности в 2008 году, выдвинулся кандидатом в мэр Лондона. Выборы он выиграл, прочно заняв новый пост на два полных срока. На этой должности Джонсон заслужил славу кандидата от народа, активно продвигая велоспорт, он и сам спокойно ездил на работу на велосипеде. Крайне успешно город принял и летнюю Олимпиаду 2012 года. В 2015-м Борис вернулся в парламент, в течение года совмещая должность с обязанностями градоначальника и активно пропагандировал Брексит. Главой Мейтон был назначен 13 июля 2016 года в правительстве Терезы Мэй, Екатерина Первышава. Терезы Мэйтон Терезы Мэйтон